приветствую на канале друзья с вами белогор и так не будем затягивать долгожданная новость земля плоская то есть ученые из южной америки из бразилии из организации дакела pesquisas доказали то что земля не имеет форму шара ни в коем случае то есть теория о том что наша земля круглый шар отправляется полностью в мусорку нам врали ну скажем так уж нам брали очень много про это меня удивило вообще то что все-таки люди решили сделать этот эксперимент и обнародовать свои результаты это я не знаю произведет большую шумиху наверное в мире но как всегда все замнется и мне кажется в результате они все-таки откажутся от своих слов в результате там некоторых манипуляций откажутся от своих слов и и все это благополучно забудется но пока это не случилось вот чтобы вы знали что ученые доказали что земля все-таки плоская как они доказали это то есть организации из южной америки из бразилии значит они произвели несколько опытов которые проводили с помощью лазерных лучей gps оборудования также радиоволн и мощных камер и мощных видеокамер значит опыт с лазерными лучами проводился несколько раз и от 15 до 35 километров то есть над поверхностью воды на таком расстоянии от 15 до 35 километров в чем суть эксперимента состояла одна команда на одном на одной стороне там залива ставили на острове лазерный лазерный аппарат который пускает луч очень большого очень большой дальности значит этот аппарат разместили на высоте одного метра над уровнем моря аппарат включается и лазерный луч бьет на расстояние 35 километров на сторону другого пролива на другую сторону там пролива или даже через озеро титикака они делали это и вторая команда должна увидеть этот луч скажем так по официальной теории если наша земля является такой какой она является то есть формой шара то по официальной теории лазерному лучу должен препятствовать бугор который будет высотой 24 метра то есть лазерный луч должен упереться в поверхность воды и не пройти на другую сторону скажем так вторая команда не должна его увидеть но результат был совсем иной другая команда увидела скажем так этот луч расстояние 35 километров то есть этот луч добил до них и до 2 команды то есть никаких препятствий на пути луча не было то есть теория о том что земля имеет форму шара отправляется на мусорку также проводили эксперимент с помощью мощной камеры они суть эксперимента в том что корабль уплывает в море до яхта там бывает море и без берега наблюдая за ним когда же он скроется из виду первый раз они смотрели корабль действительно скрылся из виду сначала весь а потом мачта осталось и то есть он ушел за поверхность воды но они разочаровались сразу думали что то что земля форму шара имеет но потом они поставили мощный телескоп огромная ну огромные силы увеличения и посмотрели что яхта не скрывается на самом деле на все удаляется и удаляется и удаляется там расстояние на большое расстояние и не скрывается за поверхностью воды и они были в недоумении почему без аппарата аппарата яхта скрывается а с мощным телескопом на не скрывается и потом они выяснили что есть какое своего рода искажение такое эффект который происходит в пустыне эффект миража там эффект фата морганы как они его называют вот ну и в итоге они пришли к тому выводу что корабль не скрывается затем за поверхностью воды вот потом они проводили еще один экспресс gps каким-то там gps ну я понял из перевода какой-то специальный аппарат gps который вычисляет координаты точки пространстве то есть и они сделали такой эксперимент то есть если земля имеет форму шара то два здания высоких да они должны иметь как бы разный разную разное расстояние между их основанием и разная между их верхушками этими зданий если же земля плоская то расстояние должны быть одинаковы ну и что вы думаете в результате эксперимента выяснилось что расстояние между верхушками и основаниями абсолютно одинаково то есть это доказывает еще раз доказывает то что земля плоская но это уже и это уже расстояние было 3050 километров это очень много ребята то есть на расстоянии 35 километров они выяснили что земля плоская и на расстоянии 3050 километров они выяснили что земля плоская ну и еще один эксперимент в довершении произвели эксперимент с радиоволнами то есть на расстоянии 15 километров как и в случае с лазерным лучом они на двух берегах они делали скажем так одна команда принимала радиоволны а вторая команда излучала радио импульс радио сигнал и на расстоянии 15 километров должен быть бугор препятствующий бур высота 3,8 метра то есть 4 метра должен быть бугор а радиоволны через малейшее препятствие они не проходят то есть именно их вот этот аппарат ну и результат этот оказался точно таким же то есть радиоволны прошли они успешно там подключились к другому компьютеру как-то там они объясняют из перевода то что ну успешно на расстоянии 15 километров они их радиоволнам никакого препятствия не было то есть опять же доказательство того что земля плоская поверхность воды плоской также в этом фильме они объяснили то что они объяснили то что отсутствует гравитация то есть с гравитацией что-то не то с теория гравитации она уходит полностью и вместо того ну они предположили что все вся за гравитация зависит от какого-то поля электромагнитного поля скажем так которая притягивает предметы к поверхности земли это поле и более того они доказали что что атмосфера наша имеет форму линзы такой скажем так над поверхностью земли и это гравитационное поле удерживает эту атмосферу линзу над нами и в результате чего там и появляется эффект дня и ночи когда солнце там преломляется лучи солнца через эту призму скажем так линзу призму и получается эффект дня и ночи вот они доказали то что ну и солнцем тоже что-то не то они объяснили что солнце намного ближе находится к земле то что она имеет намного меньшую на имена меньше размер чем и официально заявлено а также и луна тоже имеет форму более приближенную солнцу скажем так одинаковую это кстати похоже на теорию масонскую теорию которая есть масоны если видео в интернете где масон объясняет там теорию плоской земли вот это очень похоже начинает очень быть похожим на эту теорию значит с солнцем что-то не то и с луной тоже что-то не то они говорят что не может быть она такого размера огромнейшего а наоборот скорее всего солнце вращается над нашей планетой а планета неподвижная наш значит следующее что они выяснили то что расположение континентов и их размер совсем иное чем нам рассказывают они сделали запись в течение двух лет они записывали движение солнца в разных континентах на разных точках планеты и пришли к выводу того что континенты имеет другую немножко форму род другой размер и совсем иное расположение они выдвинули новую теорию о том что континенты они образуются всем совсем по-другому расположены друг другу ну и более того что они скажем так выяснили что еще есть один континент за полярной шапкой то есть за шапкой льда есть какой-то еще континент то есть наша земля оказывается мы вообще ни черта не знаем про свою землю оказывается еще какой-то континент есть один вот то есть это вся теория о нашей земле она отправляется полностью в мусорку абсолютно вот поэтому нам скажем так врали очень много лет и мы верили в это сейчас же полностью изменилась вся теория на это не значит что земля изменилась она и была такой но мы просто не знали про это теперь вот мы будем знать скажем так посмотрим что дальше будет из этого фильма что они еще дальше продолжают свои исследования но я не знаю честно говоря я прогнозирую то что всю эту лавку их ну закроют и все благополучно это замнут скажем так пока это все еще не вырвалось на свободу но она уже вырвалась скажем так но я не знаю что тут будет из этой теории но они очень так доходчиво объяснили что земля плоская из их экспериментов точно видно то что земля не имеет форму шара а именно она плоская на стоянии 35 километров сменяли и 3000 километров то есть именно плод плоская земля вот ходили слухи о плоской земле а тут опа и подтвердилась это то есть тут очень все интересно на самом деле вот ну из этого фильма ясно то что земля именно плоская то есть она не имеет форму там шара и вообще там никаких выпуклостей над поверх на поверхностью воды там не обнаружено то есть скорее всего что земля именно плоская а в самой форме планеты они еще ну не говорят толком они говорят мы в замешательстве мы толком не знаем они только предположили что земля там ну точно ясно что земля плоская а сама форма планеты еще неизвестно что тут как полностью мировоззрение перевернулась наша ну а с вами был белогор ребята всем спасибо за внимание и пока